Добрый день, это программа «Мягкая сила», гость программы, публицист Роздан Мадуян. Господин Мадуян, благодарна, что принимаю приглашение. И мой первый вопрос следующий. В Нью-Йорке в Турецком доме состоялась встреча премьера-министра Армении с президентом Турции Эрдоганом. Эрдоган заявил, что премьер-министр Армении хочет, чтобы Турция поддержала установление мира с Азербайджаном. Как вы рассениваете эти шаги во внешней политике Армении? Это гениальный шаг. Это знаете, как Волка позвать, чтобы он рассудил. В общем-то, вверх, я бы не сказал благоглупости, вверх наивности или расчета, трудно сказать. Потому что так до меня и осталось непонятным действие Николая Пашиняна. То, что он делает, делает по наитию, делает, потому что это его голос выше говорит, делает, потому что он сам ничего в этом не понимает, или делает так, потому что ему кто-то это подсказывает, то есть руководит им. Неисповедимы его пути. А на самом деле, конечно, позвать Волка, чтобы он рассудил спор Волка с овцой. Конечно, он будет на стороне Волка. Тем более, что, в общем-то, один народ, два государства, великий тюркский мир. Это никто не отменял, ни Эрдуган в первую очередь. В существенно, то, что происходит в России, то, что происходит в Турции, это, в общем-то, совершенно аналогичные действия, просто в разных частях. И там, и там маниакальная мечта восстановления империи и имперского величия. Россия хочет восстановить Российскую империю, как минимум в советских границах. Турция хочет восстановить Османскую империю, как минимум в границах тюркоязычных стран и государств. Но, я думаю, и то, и другое нереально, но мечтать не вредно, вредно не мечтать. А Пашинян, ну, господи, ну, что с него взять? Единственное, чего я боюсь, он наломает таких дров, накидает таких камней в колоди, что нам потом в жизни разгости будет. Как вы думаете, в офисе ООН в Нью-Йорке не было других помещений, где можно было встретиться с Эрдоганом? Конечно, было. Во-первых, дело в том, что в дипломатии нет ничего случайного. Понимаете, в дипломатии каждый чих определен дипломатическим протоколом. Вот, например, недавно Путин с государственным визитом был в Азербайджане. Государственный визит – это каждый президент, глава государства, не обязательно президент, в своей жизни может сделать только, в период своего, так сказать, правления, может совершить только один государственный визит в каждую страну. И, соответственно, его должен принимать равный по рангу. Знаете, президента принимает президент, премьер-министр принимает премьер-министр, и дальше по нисходящей. Путина Баку кто встречал? Зампредседатель Межиссии, то есть какой-то третий разрядный чиновник. Зато он был в гостях и имел частые встречи с женой. То, что он был в гостях – это одно, а официальный визит – это другое. То есть Путину и России смачно плюнули в лицо. Россия в очередной раз утерлась и заявила, что это дар Божий, Божья роса. Так что, в общем-то, естественно, там было где встречаться. Во-первых, я вовсе не вижу необходимости встречаться было с этим Сан-Вардоганом. Тем более принимать от него в подарок книгу, в которой описываются имперские амбиции Турции, и то, как она будет идти к осуществлению этих амбиций. Прижимать ее к груди, как родную, как Библию, да. Но Библию он к груди не будет прижимать, я думаю. Так что, в общем-то, ну, я не знаю. Во всяком случае, как минимум, это крупнейший дипломатический прокол, который будет иметь достаточно серьезные последствия, о которых мы в скором времени узнаем. Вступая с трибуны Генассамблеи, премьер-министр Армении заявил, если договор будет противоречить Конституции, изменим Конституцию. Притом, он не говорит какие-то пункты или параграфы, а изменим Конституцию. Ну, если для главы государства, который к тому же является еще и главой правительства, договор с соседней страной важнее собственной Конституции, то тут уже остается только развести руками. Потому что это уже ни в какие ворота не лезет. В Конституции, в любом, в скобках написано, основной закон. Ты меняешь законы своей страны в угоду соседному государству, в котором ты, кстати, не находишься в состоянии войны, который напал на тебя, оккупировал твою территорию, и после этого ты говоришь, для того, чтобы понравиться Ирхаму Алиеву, я готов поменять свою Конституцию. Вот для того, чтобы понравиться Ирхаму Алиеву, пусть он свою семью пошлет эти самые... Знаете, в мусульманских странах был принят такой закон, чтобы подневольный правитель не рыпался и вел себя осторожно и осмотрительно, членов его семьи держали в заложниках при дворе. Вот пускай свою семью пошлет в заложники при дворе, во двор Ирхаму Алиеву. Кстати, не задавайте, не будем забывать о том, что это фактически первая наследственная монархия на территории бывшего Советского Союза Азербайджана. Кто-нибудь сомневается в том, что после Ирхаму Алиева будет какой-нибудь новый, либо новый Гейдар Алиев, либо в промежутке будет Мехребан Алиева президентом? Может быть, будет президент Мехребан Алиева. Но это наследственная монархия. Они никому этой должности не уступят. И вот в такой ситуации, в таком антураже, так сказать, следуют такие заявления. В конце концов, я не знаю. Есть у нас Служба национальной безопасности, Генеральная прокуратура, которая должна расследовать эти дела, потому что это уже прямое предательство и измена Родине. То есть то, в чем он поклялся, это Библия исследователя. Не допускать, не изменять Родине. Он поклонил, если для Библии, если Библия для него не священная книга. Ну, я не знаю, понимаете, это такие вещи, это такой абсурд, который комментировать бессмысленно. Нет, есть смысл. Поскольку сейчас он на каждом ходу и в пределах республики, и вне республики, и с международных площадок, он заявляет, что он готов изменить Конституцию. Ради чего? Ну, как ради чего? Я говорю, значит, либо, вот есть такая наука виктимология. Это наука о том, о психологии жертвы. Почему женщины иногда влюбляются в своих насильников? Почему человек готов терпеть унижения, побои и тому подобное, но не восстать? Вот это поведение изучает виктимология. Тут, по-моему, классический клинический случай. Который виктимология и должна исследовать. Кстати, в ООН он также заявил, что он думает, что по такой же причине нуждается в изменении и Конституции Азербайджана. Да, и вот, изменит Конституцию Азербайджана Ильхам Алиев. Но Ильхам об этом никогда не слово. Ну, естественно, они скажут, и не будет изменять, и не будет менять. Наш пример, при том, с таких высоких площадок, выражает готовность изменить Конституцию, когда даже в обыденном разговоре Баку ни разу не говорил, что он готов вообще изменить. Он только требует изменения. Это смешно, понимаете. Ильхама Алиева можно обвинять в чем угодно, но он действительно прошел серьезную школу в МГИМО и знает, что можно, что нельзя, и что зачем, чему должно следовать. Я понимаю, наш премьер-министр, недоучка, но, господи, мог бы он набрать хотя бы более-менее, хотя бы немного понимающих во всем этом людей. Но он даже этого не делает. Как вы думаете, кто советник? Он набрал людей с улицы, а люди с улицы, но они рассуждают, какой личный пацан был. Ну, кто советник, как по-вашему? Я временами вижу параллель между Жирайером Липаритяном и его нынешним советником. То есть те же самые фразы, та же самая логика, те же самые подходы. Я потому и сказал, что, в общем-то, либо ему кто-то четко показывает, что, зачем следует говорить и где и как следует говорить. То есть он просто, скажем так, джентльмен, исполняющий чью-то волю. Кстати, знаете первоначальное значение джентльмена, что было? Джентльмены – это были младшие дети дворянских родов Англии, которые кроме титула ничего больше не получали. То есть гонор есть, а ничего больше нет. То это армянские языки, их называли мангловиками. Мангловик – это джентльмены, но им барны на шанаку. Недавно Илхам, выступая в Меджлисе, заявил, что в мире действует только принцип силы. Правильно. И заявил, что это государство должно от единицы покупающего вооружения превратиться в производящего. Речь об Азербайджане? Да. Ну, дело в том, что, в общем-то, он вполне может достичь этой цели, потому что у него есть деньги, а в мире всегда найдется достаточное количество беспринципных изобретателей, которые ради того, чтобы свою пушку или пулемет, или, я не знаю, ракету, увидите, сделанной в натуре стреляющей, готовы и Родину предать, и всякие понятия о чести справедливой. А деньги у него есть. Но, с другой стороны, когда он говорит о том, что в мире превалирует власть силы, он, в общем, с одной стороны, прав, но, с другой стороны, он просто эту силу еще не видел, потому что эта сила может выступить и против него. Просто дело в том, что он загнал сам себя в угол, и каждый раз он делает все более и более жесткие заявления, потому что всякие, если он поступит наоборот, его никто не поймет. Его не поймут, в первую очередь, граждане Азербайджана, в первую очередь не поймут те, кто воевал против Нагорного Карабаха. Понимаете? И в этих рамках постоянного усиления жесткого прессинга, увеличения давления, он прав, но когда давление месяц, конечно, увеличивать нельзя. Либо осёс сдохнет, либо хозяин осла, в конце концов. А что будет? И не исключено, что все это закончится печально для Алии. Я неоднократно писал в своих статьях, например, о том, что, в общем-то, признание геноцидами интереса в самой Турции. Потому что пока геноцид, безусловно, и в обязательном порядке не осужден всеми правительствами мира, правительствами, а не ООН, ООН, превратится в пустую говорильню, и не приняты действенные шаги для ликвидации его последствий, а ликвидация последствий может быть только одна. Ты захватил чужую землю 5 квадратных километров, у тебя отберут 10 в пользу того, у кого ты захватил. Тогда никто уже не будет пытаться захватить чужие земли. И пока Турция не признает геноцид, никто не может гарантировать, что завтра с турками не поступят, так же, как они в свое время поступили с христианскими народами в своей империи. Понимаете, никто не может сказать. Правда, тут есть один вариант. Человечество на земле уничтожит себя раньше, чем до этого дойдет в очередь. Как вы думаете, есть сейчас исследования, которые фиксировали четкие параллели между действиями этого государства в Арцахе и России в Украине. Как по-другому может себя вести Илхам, если он действует в тандеме с Эрдоганом и с Путиным? Ну, дело в том, что независимо от того, действует он в тандеме с Эрдоганом и с Путиным, или независимо от них, есть логика развития и гибели империи. Понимаете? Это, грубо говоря, шаг право, шаг влево, это уже расстрел. Ты можешь идти только по этому пути. И Россия, и Азербайджан, и Турция действуют в рамках этой логики. А логика одинаковая, в общем-то. У них у всех фантомные воли сейчас. Хотя, с одной стороны, в общем-то, в вопросе Крыма, в вопросе Крыма Россия, в общем-то, отчасти может быть и права. Но дело в том, что до того, как она этот вопрос подняла, она подписала целых два или даже три договора с Украиной о взаимном признании границ. Один был непрямой, когда речь шла о разделе Черноморского флота. Другой – это самая Алма-Атинская декларация. И, кроме того, русско-украинский договор, когда Украина отказалась от ядерного оружия, в обмен на то, что ее границы будут неприкосновенные. У Азербайджана, с республикой Арцах, не та ситуация, ситуация другая. Там, здесь, в этом случае, все было абсолютно законно. И Алма-Атинская декларация не к месту, потому что Алма-Атинская декларация заявляет о том, что они признают друг друга в существующих границах. Существующих – это причастие настоящего времени. А на момент подписания Алма-Атинской декларации Нагорного Карабаха в составе Азербайджана не было. А почему вы это не напоминаете нашему премьеру министерства? А так напоминаю, не напоминаю. Вы думаете, он что? Во-первых, он не будет этого слушать и слышать, потому что это не входит в его парадигму. А во-вторых, даже если он не услышит, ну, это ему не нужно. Думаете, это личный подход или командный подход все-таки? Ну, королей играет свято. Он набрал себе команду из таких же, как он. И они все вместе играют и заявляют о том, что, в общем-то, наши жертвы в Арцахе были бессмысленными. Это, кажется, Ален Симуня сказал. Ну, и другие. Другие, что Арцахские гости в Армении. Да, что Арцахцы гости в Армении и тому подобное. Хотя, в общем-то, ну, наверное, как минимум 500 тысяч населения Армении происходят из Арцаха. Из Арцаха и из территории теперешнего Азербайджана. Вот у меня товарищ, доктор медицинских наук. Андреас, Андреас Мартыныч. Его отец откуда-то из Мартынинского района. Он сам жил в Ереване, живет в Ереване. Таком, кто Арцах, ты не Арцах. Глупо, понимаете? Арцахцы это не наши. Арцах это армянин, который живет в Арцахе. В общем-то, то, что в Арцахе жили армяне, живут, жили и будут, сейчас не живут, но будут жить армяне, это, в общем-то, не зависит от национальности. Вместо армян в Арцахе могли быть, ну, к примеру, эстонцы или рохинджи или кто-то еще. От этого бы ситуация абсолютно не поменялась. В каком смысле? Ну, в таком смысле, что все, что было сделано, было сделано абсолютно законно. И то, что мы стали поддерживать, если бы были эстонцы по международному праву, мы должны были поддерживать эстонцы. Население Арцаха было бы эстонцами. Или вообще были бы, так сказать, ну, я не знаю, племени, народ мобочеванок, к примеру. То, что обвинять Армению в том, что мы не Арцах поддерживали, понимаете? Мы поддерживали право народа жить на своей земле. Вот что самое главное. А то, что Арцах оказались армяне, ну, так получилось просто. Хорошо. Военный бюджет Армении 1,2 миллиарда. Военный бюджет соседнего государства 3,7 миллиарда. И Эль-Хам заявляет, что надо еще и наращивать. Какие угрозы и, как вы думаете, как мы готовимся к этим угрозам? Ну, как мы готовимся к этим угрозам, надо спрашивать генштаб. А сколько ты стоишь спросить свою знать? Не разу, если случалось тебе продавать. Это пророгативы генштаба. Я надеюсь, что хоть там каждый пятый или хотя бы каждый третий человек разумно сидит в генштабе у нас. С одной стороны. С другой стороны, современная война показывает, что, в общем-то, знаете, против всякого щита есть меч. Против всякого меча есть щита. И, ну, можно. Дело в том, что Азербайджан сам, даже при этом трехкратном превосходстве, в вооружениях против нас воевать не будет. А ради кого собирает это оружие? Он собирает, потому что он знает, что с ним рядом будет воевать Турция, с ним рядом будет воевать Россия, с ним рядом будет воевать Белоруссия. То есть весь этот клуб мерзавцев, Пакистан, Израиль. Гуам. Ведь Украина почему вошла в Гуам? Они с самого начала знали, что вопрос Крыма и Донбасса будет поднят рано или поздно. Гуам – это что, ведь клубовиженников? Страны, которые были подарены Сталином, Лениным, большевиками территорией, которую они отдавать не хотели. Большевики были плохие, Ленин был плохой, но вот Хрущев подарил Украине Крым, значит, ну что же получается? Либо трусы наденьте, либо крестик снимите, господа хорошие. Про угрозы. Да, так вот, значит, Азербайджан сам воевать не будет. Он будет воевать только, если за ним будут стоять все эти страны. Эти страны пока за ним стоят. Как будет завтра, неизвестно, потому что неизвестно, чем закончится русско-украинская война. Неизвестно, кто придет к власти в России после Путина. Неизвестно, какую политику по отношению к соседям дальним и ближним будут проводить те, кто придет к власти после Путина. Неизвестно, кто придет к власти после Эрдугана. Что будет с Турцией после Эрдугана? Эрдуган тоже не вечен. И Путин не вечен. И никто из нас не вечен. А история, она, знаете, она то так поворачивается, то иногда такие выкрутасы выкидывает, что, в общем-то, в жизни своей не подумать не подумаешь. Далее, значит, вот если мы обратим внимание на то, как развивалась история военная, история войны, мы увидим, что вначале были луки и стрела, Хайк выходил против Белла и победитель, значит, побеждал во всей войне. Потом, значит, сражалась армия с армией. Генеральное сражение, какая армия победит, на этом дело заканчивалось. То есть Персия и Армения, так сказать, воевали номинально друг с другом, но армянскому крестьянину и персидскому крестьянину было до лампочки. И в том и в другом случае он знал, что его не тронут, и он будет платить налоги так же, как и платил. Понимаете? Вот когда кочевники появились в странах оседлой цивилизации, они полностью поменяли правила игры. Потом стало так, были укрепленные крепости, и тот, кто захватывал крепости, захватить крепость означало захватить страну. Потом вот при Наполеоне, например, вот вы обратили внимание на то, что вот все части одевались очень пестро и очень крикливо. А просто потому, что иначе управлять армией в сражении было невозможно. Ты в бинокль, то есть подзорную трубу, должен был видеть где-то в двух километрах отсюда, какая твоя часть это или французская часть. Как только появились средства связи, тот же самый телефон, все армии оделись в зеленый цвет, хаки. То есть различать на расстоянии их уже не было нужно. Первый мировой можно было от Черного моря дойти до Балтийского моря по этим самым, по траншеям. То есть это был один сплошной фронт. Во второй мировой этого сплошного фронта уже не было, поэтому и партизаны, и диверсаты шастали туда и обратно, сколько хотели. Сейчас мы возвращаемся, история она по спирали, и каждый раз повторяется на новом уровне. Сейчас мы возвращаемся где-то вот к той ситуации, когда вот эти, опять эти самые, но это и стратегия, и тактика современной войны, вот узлы сопротивления. И уже такие армии, уже как армии, как единицы, уже нереальные. И поэтому в этом же получается, что, в общем-то, даже при преимуществе в вооружении, если у нас будет, например, хорошая радиоэлектронная борьба, РЭП на уровне, то все эти дроны, в общем-то, не будут иметь значения. Да и элементарно, дрон можно сбить из охотничьего ружья. И, кстати, это самое эффективное оружие в борьбе против дронов. Охотничье ружье, зараженное крупной дробью. Хорошо, будем применять. Не, я на полном серьезе говорю. Понимаете? Кроме того, что есть возможность перехватить управление этим дроном, просто ты стреляешь дробью в этого самого дрона, и все, дрон кончился. Танки в Первую мировую был звездный час кавалерии. Во Второй мировой был звездный час танков. А сейчас? Танков авиации. Теперь уже танк тоже, в общем-то. Над танками вот эти панцерные сетки кровати делают, чтобы бомбочка, брошенная с дрона, взорвалась при соприкосновении с этой сеткой, не даст там танк. То есть и танки уже уходят. Так что Эйнштейн был прав, когда говорят, что в следующей мировой войне будут воевать луком и стрелой. Хорошо. И там лучник будет Хайка. Ну и в итоге, в общем-то, всегда побеждает. Знаете, вот был такой случай, англичане, кажется, решили изучить поведение пассажиров Титаника. Оказалось, что пассажиры первого и второго класса, наиболее состоятельные, почти все утонули с кораблем, потому что свои места уступили женщинами и дети. Пассажиры третьего класса, которые сумели прорваться на верхнюю полугу, разметав тех же самых женщин и детей, старались сесть в шлюпки, и в итоге эти шлюпки шли на дно, переполненные. Вот побеждает в конечном счете не меркантинизм, не семиминутная выгода, а действия на благо общества, направленные на сохранение вида. В этом плане, конечно, мы намного впереди тех же самых азербайджанцев. Турк. Турк. Ну, если они себя турками считают, зачем я буду называть азербайджанцем? Талыши тоже азербайджанцы, и Лизгиды тоже азербайджанцы. Но главенствующие элементы оккупанты в этой стране турки. Ну, спасибо вам большое. На этом закончим нашу беседу. А я напомню, что я беседовала с публицистом Разданом Мадуяном. Спасибо, до свидания. Мадуяном.